Хотя люди использовали нефть в качестве источника тепла и света еще до нашей эры, промышленная добыча началась в начале 19 века в Баку, а в середине века начались разработки месторождений в Канаде и Америке. Вот так выглядит современное нефтегазовое месторождение. За сутки в 2019 году в среднем выкачивалось около 81 тысяч баррелей черного золота. Из них 15 тысяч США, 12 Саудовская Аравия и около 11 тысяч России. Один баррель равен бочке в 160 литров. И хотя нефть считается черным золотом, ее цена в 20 с лишним раза ниже, чем цена барреля пива. А вот это продукты, которые можно получить из одного барреля нефти. Самые большие запасы нефти у Саудовской Аравии и при нынешней добыче их ей хватит на 72 года. Дальше идет Инусуэлла, которая при своей добыче может прожить более 200 лет, но для увеличения ей не хватает ресурсов и рынков сбыта. Может увеличить добычу и Иран, который находится под санкциями. А в России нефти совсем мало, хотя она и в тройке лидеров по экспорту. Самая низкая себестоимость добычи нефти у Кувейта и Саудовской Аравии, а самая высокая у Британии и Бразилии. А в России в 2019 году средняя себестоимость сложилась не 17, а 31 доллар за баррель в связи с освоением новых месторождений. Россия упорно продолжает наращивать добычу нефти, не думая о своих потомках. И в 2019 году она добыла рекордные 560 миллионов тонн. При среднегодовой цене барреля 4 тысячи рублей. Рекордов достигла в 2019 году и добыча природного газа. Было добыто 737 миллиардов метров кубических. По средней цене 10 961 рубль за тысячу кубометров. А дивиденды акционеров Газпрома в 2019 году составили более полутора триллионов рублей. Кстати, у нефтяников в два раза меньше, около 0,8 триллиона. Но самое удивительное, что в самый урожайный для России год в бюджет от продажи газа и нефти было отправлено всего лишь меньше 8 триллионов рублей. Об этом говорит официальный документ по исполнению бюджета России в 2019 году. То есть вместе с дивидендами официально объявлено о 10,5 триллионах рублей. Если произвести элементарные расчеты, мы можем увидеть, что выручка с продаж от нефтепродуктов должна быть около 24 триллионов рублей. Если учесть, что половина газа продается внутри России по цене 7 тысяч за тысячу кубов, а предприятиям по 4 тысячи, и сделать некоторые перерасчеты по нефти, то получится 20 триллионов рублей. А так как налоги и акцизы по нефтепродуктам заложены в себестоимость продукции, то основные поступления в бюджет должны быть осуществлены из 9 триллионов расходов. И мы видим только половину доходов от нефтегаза. А где еще 10 триллионов? А всего, если включить доходы от продажи леса, золота, угла и других полезных ископаемых, из выручки за богатство ресурсу России в год исчезает более 12 триллионов рублей. Делается это практически в открытую. И все молчат. Только Зюганов, уже давно потерявший свой авторитет, что-то пытается промычать в Думе, но его не слышат. Понятна политика государства о сдерживании доходов. Чем меньше у людей денег, тем меньше инфляция. Понятно, почему вместо строительства новых производств деньги концентрируются в стабилизационных фондах, чтобы при необходимости дать людям подачки и предотвратить социальный взрыв. Как сейчас, во время коронавируса. Понятны колоссальные деньги, которые вкачиваются в Чечню и в Крым. Непонятно, почему строится так много новых газопроводов, если существующая в России самая крупная в мире газовая сеть загружена не полностью. А у самой газовой страны не газифицировано 30% территории. Непонятно, для чего построено 11 гигантов по сжижению газа и строится еще 10, если возить этот газ не на чем. Создается впечатление, что государство стремится к одной цели – полному истощению природных ресурсов, а основную часть своего бедного народа сделать из бедных нищими, решив их возможности когда-либо попользоваться теми богатствами, которые им предоставила судьба жить в богатой России. Несмотря на все усилия, доля России по добыче имеет тенденцию к снижению, и освоение новых месторождений становится все дороже и дороже. А наши потомки действительно будут добывать нефть по цене золота в Арктике, если только американцы и китайцы оставят ее российской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова